Отопительный сезон в этом году стартовал в конце сентября, а значит сумма в квитанции за ЖКУ заметно увеличилась. Можно ли платить меньше за отопление в квартире? К примеру, если в помещении так жарко, что приходится открывать форточки. В этом вопросе разбиралась наш корреспондент. Если жители частных домов могут решить проблему отопления самостоятельно, например, утеплить фасады и кровлю здания, настроить систему индивидуального отопления на экономичный режим, то вот обитатели большинства многоэтажек лишены такой возможности и зачастую вынуждены оплачивать избыточное энергопотребление. О том, как все-таки сэкономить свои траты в строке отопления, рассказала Ольга Кириенко, председатель ЖСК-115. В нашем доме установлен общедомовой прибор учета. И платим мы только за то, не по объему, а только за то, что получаем. Наша задача это тепло сохранить, чтобы дальше уже жители не расходовали дополнительные средства на электричество, например, чтобы дополнительно отопиться. Для этого мы утепляем фасады, обязательно должны быть утеплены трубы в подвале специальными материалами, чтобы это тепло не терять. Как видим, даже живя в многоквартирном доме, можно сделать энергопотребление более эффективным и рациональным. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области напоминает жителям региона о возможности установки общедомовых приборов учета коммунальных ресурсов, тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии за счет средств, направленных на капитальный ремонт в многоквартирных домах, в составе ремонтных работ, внутридомовых, инженерных систем, электротепловодоснабжения и водоотведения. Согласно закону Тверской области от 28 июня 2013 года, номер 43 ЗО. Подробная информация на официальном сайте Министерства.